В очереди на получение земельного участка сегодня стоит 351 семья. Из них 68 жителей поселка Вычегодский. При подаче заявления эти люди выразили пожелание получить наделы как можно ближе к дому. Но раньше возможности выделить землю в поселке не было. Ведь он весь опутан санитарными зонами от железной дороги, птицефабрики, горводоканала и других предприятий. И только расширение границ Вычегодского, которое инициировали власти города и поддержали Черемужское собрание депутатов, а затем районное, дает возможность ввести там масштабную малоэтажную застройку. Вообще там возможно разместить более 250 земельных участков, но проектная организация там размещает не только именно усадебные участки для многодетных, там и размещает и среднеэтажную застройку, там размещает и здание общественного делового назначения, может появиться там и торговый центр, может появиться какая-то иная инфраструктура. Генеральный план поселка с учетом новых земель будет скорректирован к лету. Тогда же начнется межевание участков и разработка проектно-сметной документации по подведению к ним сетей. Кстати, вопрос проведения коммуникаций в данном случае упрощает то, что и водопроводные, и канализационные, и газовые сети находятся в непосредственной близости. Вообще подведение инфраструктуры к участкам, выделенным многодетным семьям, сегодня основная проблема для многих городов. С одной стороны, закон обязывает власть обеспечивать наделы коммуникациями, а с другой, денег на это выделяется крайне мало. Но у Котласа подвижки в этом вопросе ощутимые. На сегодня в Управлении экономического развития разработана проектная документация сметная, как бы на строительно-монтажные работы по строительству дорог, сетей водоснабжения, энергоэлектроснабжения, канализации на микрорайоны 32-36 по Болтинке и на два микрорайона по ДОКу. По одному участку 465 тысяч, по другому земельному участку 650 тысяч. Участки на Болтинке возле автомобильного моста и за ДОКом также осваиваются для предоставления многодетным семьям. Чтобы подвести туда коммуникации, необходимо порядка 45 миллионов рублей. Поскольку проектно-сметная документация у городской администрации уже готова, удалось заручиться поддержкой областного правительства. На следующий год оно обещает направить нашему городу в рамках инвестиционной программы первые 10 миллионов. Все работы по выделению наделов ведутся в соответствии со специально составленной дорожной картой, где за различными службами города закреплены определенные обязанности. Рассмотрены земельные участки, как правило, они заросли либо кустарником, либо имеется на них какая-то растительность. Для того, чтобы предоставлять гражданам, нужно от этой растительности освобождать и обеспечить доступ не только людям, но и технике. Во-вторых, на этих участках очень много самостроя. Это и сараи, и гаражи, где-то даже возникли объекты лично подсобных хозяйств, там и свиней содержали, и коров. Поэтому должна была быть проведена комплекс работы, связан с высвобождением этих земельных участков от несанкционированной застройки. За несколько лет работы программы по обеспечению землей многодетных 48 семей Котласа получили участки. С прошлого года эту работу администрация начала вести более активно. Помимо дорожной карты появилась рабочая комиссия при главе. Кстати, именно на ней было решено предоставлять участки не в черте города, а за ним. Это позволяет формировать не один-два, а сразу несколько десятков наделов, да и удешевляет процесс подведения сетей. Результат этой работы впечатляет. Уже до конца 2014-го многодетным семьям будет предоставлено более сотни участков. В 2015-м еще примерно 250. Таким образом, уже через пару лет проблема предоставления земли многодетным в Котласе будет полностью решена.